Перед Олимпийскими играми в Пекине Вот так вот выглядит дворец спорта Атлантика В котором будет проходить и уже проходит этот чемпионат Ну и вот мы предлагаем вам сразу схватку за бронзовую медаль Категория 48 килограммов среди женщин Анна Ормиго, как раз представительница Португалии И наша Людмила Богданова Мы, это заслуженный тренер России Павел Фунтиков И комментатор Григорий Твалфадзе Здравствуйте Ну наша спортсменка, вы видите, в белом кимоно Хозяйка в синем Какие шансы у Людмилы? Ну, я думаю, у Людмила высокие шансы В принципе, в этом поединке Это достаточно опытная спортсменка Сейчас, тем более, она у нас идет на втором месте В европейском рейтинге В общем-то, занимает высокую позицию В принципе, не заявывала лицензию На участие в Олимпийских играх Хотя, конечно, этот старт будет достаточно важным тоже Против хозяйки борются? Против хозяйки, да И эмоционально, конечно, очень серьезное напряжение испытывают сейчас Тем более, будет Португал, конечно, на подъеме бороться Наша девушка представляет Санкт-Петербургскую школу дзюдо Владимир Николаевич Гладченко, ее тренер Но она была уже чемпионкой Европы Только в категории молодежной До 23 лет в 2005 году Ой-ой-ой-ой-ой Пропустила сейчас проход португальской спортсменки в ноги И что, какую поставили оценку? На коку попало, да? На коку, да Арбитр на ковре оценил движение юка Но видно два боковых, просто не видно Их, наверное, поправили и дали оценку кока Минимальная оценка кока в дзюдо Минимальную преимущество сейчас у португалки Очень неожиданную резкую атаку Вот она повторно пытается пройти к оге На прием бадок Ну вот Видно, тренер переживает нашу сборную Вот и у лыбков Ну, в принципе, времени еще много А поскольку в дзюдо каждая секунда, в общем-то, играет большое значение До последней секунды часто неясно И можно изменить, кто выиграет И можно изменить, в общем-то, ход встречи Ну вот Поэтому, конечно, все еще впереди Три минуты – это очень большое время Была попытка сейчас спортсменки из Португалии Закончить вот это техническое действие Но, в общем-то, той самой амплитуды не хватило И устояла Людмила Богданова на ногах Попытка захватить кимоно И срыв Ну, пока португалка несколько поактивнее Либо так перестаивает немножко, мне кажется Ну вот Арбитр ее наказывает за пассивность Ну и вот теперь результат получается у нас Уже Два активных балла И обе выражены оценкой Ну да, опять Пытается повторять одну и ту же атаку Ну вот, может быть, не настолько опасно Но для судей визуально и для зрителей видно, что спортсменка действует активнее Активнее Опять, опять постоянно пропускает движение к ноге Ну вот В первой схватке Людмила Богданова Победила Аренас Камерон Из Испании Потом ее соперницей была Людмила Лушникова Из Украины Ой-ой-ой Пока я приятные вещи тут вспоминаю по ходу этого чемпионата Переходит на прием удержания ногами В общем-то очень эффективно, эффектно провела Эффективный, соответственно, прием Боковой переворот Сделала на оценку Юка И сразу пыталась преследовать в партере Португальская спортсменка Стремительный переход Удержание ногами пыталась сделать Но Людмила освободилась от захвата И продолжила борьбу Но солидное, солидное очень преимущество У спортсменки из Португалии Что самое обидное Мы пока вот не можем определить За счет чего Людмила Богданова смогла бы Переломить ход встречи Она в достаточной степени инертно ведет себя на татами Анна Ормиго действительно с самого начала попыталась показать Продемонстрировать, что она хозяйка Не только по паспорту, но и по спортивному вот такому состоянию На момент этой схватки Людмила Богданова попала вот в борьбу за бронзовую медаль После того, как уступила Алине Александре Думитру Из Румынии Ну и Думитру будет бороться за золото Пока, да, действительно мы не видим Чем пока Людмила может выиграть на данный момент у Португалки И не может вообще ни одного фактически активного действия провести Опережает постоянно При любой ситуации, как только чуть опасность возникает Какая-либо опережает техническим действием Ну вот, и вроде бы они без оценки тоже многие Но активность это всегда действует на судей Плюс ко всему срывает атаки Срывает, вот явно не дает вообще сконцентрироваться Подготовить какое-либо действие Вот такое ощущение возникает, что Людмила, когда начинает Атакующее действие, она на 50% просчитывает комбинацию И вот когда входит в захват, а что делать дальше, не получается Да, не знает, да и спортсменка из Португалии Действительно, она контролирует полностью схватку Посмотрите, и срывом захвата И, в общем, таким дистанцированием, когда надо Жаль, очень жаль Рассчитывали мы на бронзовую медаль в этой весовой категории Хотя изначально, конечно, расчеты были более серьезными Но вот тут уж не до жира Как в любом индии спорта, очень важна тактика, которую выбирают спортсменки И очень важна работа с тренером до встречи Как что они обсуждали И, в общем-то, какие схемы борьбы с конкретным соперником Применяет в поединке за тем спортсмен Видно, может быть, здесь немножко не ожидали Такого-то, именно такого ведения поединка модели, да Поэтому спортсменка не может никак сориентироваться во время схватки Потому что схватка скоротечная Уже, конечно, изменить что-либо по ходу встреч очень тяжело Надо будет перестроиться Но, правда, мы видим, что у Людмилы Богдановой небольшое повреждение У нее такой тампон в носу Может быть, это разбит нос Разбит нос, да Может быть, это вызывает некий дискомфорт Заработала она одну оценку Шиды дали, да Наказание за пассивность, за стягивание Видно, румынская спортсменка уже просто Португальская спортсменка просто отстаивает встречу И, в принципе, доводит ее просто Не рискует до секунды Уже и того не осталось И вот под гром аплодисментов, оваций Зрителей, собравшихся во дворце спорта Анна Армига Завоевывает бронзовую медаль Ну, насколько, скажем, заслужена эта победа? Чего не хватило Людмиле? В данной ситуации, конечно, мы, как говорили перед этим В общем-то, Людмила не смогла создать вообще ни одной опасной ситуации Не смогла подавить ее захватами И португальская спортсменка постоянно находила брешу в обороне И постоянно опережала Постоянно опережала Как только, я говорю, любая опасность возникала Она тут же опережала Наша спортсменка Очень долго просчитывала варианты Людмила, и, видно, вот К сожалению, не смогла найти Ни одного Ни одного, да Ну, что ж, дорогие друзья Нам с вами надлежит сейчас увидеть наиболее интересные моменты этой схватки Вот, посмотрите, проход в ногу и дальше переворот Вот попытка зацеп провести с внешней стороны И при этом она постоянно-постоянно поддергивает Постоянно поддергивает нашу спортсменку Ну, да, опять опережает, видите Стоит и ее постоянно опережает Ну, что, дорогие друзья Бронзовая медаль у португальской спортсменки Анны Ормиго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!